Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Несколько дней назад новостные каналы опубликовали короткое видео, в котором Роман Василенко в автомобиле передает крупную сумму денег. Все? 30 миллионов. 28 июля на сайте правда.ру опубликована статья под названием «Дело Гермес», что за кадры с передачей наличных показали Пурен ТВ. Автор статьи, журналист Александр Приходько, утверждает, что ему удалось получить комментарий непосредственно от Романа Василенко. Давайте ознакомимся с данной статьей и узнаем, что же интересного рассказал Роман Василенко. Итак, статья «Дело Гермес», что за кадры с передачей наличных показали Пурен ТВ. Начало статьи. Финансирование крупных благотворительных проектов находится под угрозой из-за действий следствия МВД. Здесь приводится кадр из того самого видео, в котором Роман Василенко передает деньги. Обратите внимание, что человек, которому передаются деньги, его лицо замылено. И начинаем читать. Завершение расследования, по крайней мере формальное уголовного дела, которое следствие связывает с компаниями Гермес, Life is Good и потребительским кооперативом Bestway, сопровождалось выпуском снабженных материалами от пресс-службы МВД передач и статей в ряде СМИ. В частности, программа вышла на РЕН-ТВ. В ней Роман Василенко, санкт-петербургский предприниматель, с которым связывают Life is Good, в машине передает наличные деньги некоему гражданину, лицо которого на видео скрыто. Во-первых, в этом абзаце, конечно, интересная фраза звучит, с которым связывают Life is Good. То есть, звучит так, что там его связывают с Life is Good, но на самом деле к Life is Good он отношений не имеет. Хотя, мы с вами прекрасно знаем, что на протяжении 8 лет Роман Василенко на мероприятиях, на конгрессах всегда красовался на сцене вместе с логотипом Life is Good. Поэтому, вот эта фраза, что связывают Life is Good, но на самом деле типа Роман Василенко к Life is Good отношений не имеет, ну, звучит, мягко говоря, неубедительно. Так, дальше. В машине передает наличные деньги некоему гражданину, лицо которого на видео скрыто. Мы обратились за комментарием к Роману Василенко. То есть, я так понимаю, автор статьи Александр Приходько. Он попросил выразить благодарность РЕН-ТВ за освещение его благотворительной деятельности. По его словам, деньги были переданы одному из организаторов Synergy Global Forum 2019. Василенко заметил, что организовал и профинансировал участие в форуме 2019 года, проходившем в Санкт-Петербурге на Газпром-арене, Арнольда Шварценеггера, исполнительный директор школы бизнеса Synergy, Александр Агиня, выражал благодарность Роману Василенко как соорганизатору форума, без которого проект не смог бы состояться. Дальше идет кадр из интервью Романа Василенко и Арнольда Шварценеггера. Здесь, соответственно, кадр из видео. Название Роман Василенко представляет Synergy Global Forum 2019. Итак, во-первых, возникает вопрос, если передача 30 миллионов рублей является благотворительностью, то есть делом хорошим, то непонятно, зачем замыливать лицо человека, которому эти деньги передают. Значит, по каким-то причинам он не хочет, как говорится, в этом видео фигурировать. Если это благотворительность, почему бы это дело не осветить должным образом, как-то торжественно передать. А тут, получается, происходит передача как-то внутри автомобиля, пачки денег выложены из черного пластикового пакета и так далее. Больше похоже на криминальную сделку, чем на какую-то благотворительную акцию. Роман Василенко напомнил, что был также генеральным партнером добровидения фестиваля народной музыки, организованного депутатом Государственной Думы Олегом Ниловым. В 2021 году фестиваль прошел на Сибур-арене. Здесь мы видим календарь добровидения. У меня также была крымская благотворительная программа, говорит он. Она включала поддержку создания ряда памятников и вклад в развитие города Керчи. Роман Василенко считает важнейшей в своей благотворительной деятельности поддержку медицинского центра «Доктрина» в Санкт-Петербурге. Это детский медицинский центр, специализирующийся на лечении тяжелых детских неврологических и психических болезней, ДЦП, синдрома Дауна, расстройства аутического спектра, СДВГ, задержки речевого и психического развития. Ну, здесь идет фотография из неврологического центра «Доктрина». Нужные и важные благотворительные программы были свернуты в силу того, что меня, невзирая на презумпцию невиновности, назначили виноватым по уголовному делу о создании финансовой пирамиды в инвестиционной компании «Гермес», в которой я никогда не был и не являюсь ни учредителем, ни генеральным директором. Василенко, по его словам, работал с клиентами как компании, как коуч и консультант. Это, замечает он, иностранная инвестиционная компания, которая, кстати, после проблемного периода, связанного с, возможно, заказным обрушением клиентских сервисов и платежной системы, осуществленным российским IT-специалистом, который создавал IT-ресурсы, вполне успешно работает. Господа, это самое важное заявление Романа Василенко в этой статье. Еще раз. Вот эту часть предложения, это, можно сказать, дополнительная информация насчет проблемного периода, заказного обрушения клиентских сервисов и так далее. То есть, опустите вот эту часть предложения, и что получается? Это иностранная инвестиционная компания, имеется в виду компания Гермес, что видно из предыдущего абзаца. Эта иностранная инвестиционная компания вполне успешно работает, заявляет никто иной, как Роман Викторович Василенко. Наверняка вы знаете, что компаний с названием Гермес было аж три штуки. Первая была Гермес Менеджмент ЛТД, зарегистрированная в Белизе. Она действительно имела отношение к финансам, и на протяжении ряда лет у нее даже была лицензия белизского регулятора. Дальше. Потом была компания Гермес Менеджмент МЛП, А вот уже позже, в 2021 году, появилась компания под названием Гермес Финанс Лимитед. И она была зарегистрирована в Великобритании. И данные об этой компании вы можете найти на сайте британского регулятора. Вот сейчас перед глазами у вас информация по данному юридическому лицу. Что же мы здесь видим? У меня в браузере включен переводчик, поэтому все надписи на английском переведены на русский. И мы здесь считаем, что данное юридическое лицо было зарегистрировано 21 января 2021 года, а 28 июня 2022 года данное юридическое лицо прекратило свое существование. То есть, получается, на сегодняшний день это юридическое лицо уже год как не существует. Более того, даже в тот период, когда компания еще существовала, характер бизнеса был обозначен как не специализированная оптовая торговля. То есть, данное юридическое лицо вообще было оптовой компанией, естественно, не имеющей отношения ни к финансам, ни инвестициям. Адрес компании 6366, Хаттен Гарден, Лондон, Англия и так далее. Статус компании распущена. Итак, мы из этой информации узнаем, что данное юридическое лицо уже год как не существует. Переходим в раздел «Сотрудники». В разделе «Сотрудники» мы находим имена людей, которые являлись руководителями данной компании с момента ее возникновения. Первым был Михаил Константинос. Он был назначен директором 21 января 2021 года, то есть с момента основания компании. 13 января 2022 года он уволился. Михаил Константинос гражданин Кипра. А вот после Михаила Константинос директором компании стала гражданка Светлана Кот. Это произошло 13 января 2022 года. Национальность белорусская, страна проживания Беларусь. Итак, видим ли мы здесь среди руководителей имя Романа Василенко? Да, мы не видим здесь имя Романа Василенко. Но разве это что-то доказывает, это что-то значит? Формально, конечно, Роман Василенко именно руководителем компании «Гермес Менеджмент» не являлся, судя по документам. Но, включим обычную логику, на протяжении 8 лет Роман Василенко проводил презентации, мероприятия, обучения, конгрессы с участием представителей компании «Гермес», так называемой. Кстати, вот этих вот людей, Светлану Кот и Михаил Константинос, попробуйте найти хоть одно их выступление. За все годы существования проектов Романа Василенко, люди с такими именами, Михаил Константинос или Светлана Кот, гражданка Беларуси, ни на одном конгрессе, ни на одном мероприятии не фигурировали. Это о чем говорит? О том, что это чисто номинальные фигуры, задача которых просто поставить галочку, что у компании, у юридического лица есть руководитель. Вот и все. Так что это ни о чем не значит. Итак, возвращаемся к статье, которую мы обсуждаем. Обратите внимание, что здесь идет цитата. То есть, я так понимаю, эта цитата непосредственно текста, написанного романом Василенко. Нужные и важные благотворительные программы были свернуты в силу того, что меня, невзирая на презумпцию невиновности, назначили виноватым по уголовному делу о создании финансовой пирамиды в инвестиционной компании Гермес, в которой я никогда не был и не являюсь ни учредителем, ни генеральным директором. Во-первых, мы с вами только что посмотрели по юридическим документам компании Гермес Финанс. Во-первых, инвестиционной никогда не являлась. Это была оптовая компания. А во-вторых, в данный момент она просто не существует как юридическое лицо. Тем не менее, в следующем абзаце написано следующее. Это, замечает он, то есть Роман Василенко, иностранная инвестиционная компания вполне успешно работает. Вот оно как. Ну, хотелось бы посмотреть, а где именно она успешно работает, а где она зарегистрирована, если юридического лица уже больше года нет. Это очень интересное заявление о том, что иностранная инвестиционная компания Гермес, как мы понимаем, вполне успешно работает. Василенко подчеркивает, что благотворительные программы финансировались из его личных доходов от коучинга, финансового консалтинга, частных инвестиций, а также с помощью юрлиц, принадлежавших лично Роману Василенко. Почти два года расследовалось уголовное дело, в котором Василенко проходит в качестве одного из обвиняемых. Оно вроде бы только завершено, хотя может быть продлено, и характер обвинений постоянно меняется. А теперь выясняется, говорит он, что ущерб в окончательной версии обвинений 232 миллиона рублей, которые будут еще оспариваться адвокатами. Роман Василенко убежден, что благотворительные программы будут восстановлены, как только суд рассмотрит уголовное дело по существу, и необоснованность обвинений станет очевидной и закрепленной судебными решениями. Автор Александр Приходько. Журналист, нештатный корреспондент Правды.ру. Ну что, друзья, вот такие вот удивительные заявления, что иностранная инвестиционная компания Гермес, оказывается, вполне успешно работает. И еще хочу обратить внимание вот на эту фразу. Мы обратились за комментарием к Роману Василенко. Оказывается, к Роману Василенко вот так вот просто взять, обратиться за комментарием, и он может чего-то там прокомментировать. А тысячам людей, которые поверили офицеру Роману Василенко и присоединились к его проектам, тоже хотелось бы получить от Романа Викторовича хоть какие-то вразумительные комментарии относительно того, что же происходит. В проектах Life is Good, Гермес, хотя, как мы видим из данной статьи, Роман Василенко отрицает вообще свою принадлежность к данной компании, только непонятно, чего это он с таким усердием данную компанию на протяжении 8 лет продвигал. Как сейчас выясняется, как коуч и консультант. То есть он просто мимо проходил, да? И вот здесь интересная фраза. Мы обратились за комментарием к Роману Василенко, и, как ни удивительно, Роман Василенко написал свои комментарии. Это, конечно, здорово, что господин Роман Василенко реагирует на запросы журналистов. А хотелось бы еще, чтобы Роман Василенко реагировал на запросы сотен тысяч людей, которые поверили господину офицеру, присоединились к его проектам. И они бы тоже хотели получить хоть какие-то вразумительные комментарии, что же происходит в проектах Романа Василенко. Последний комментарий, который вообще касался текущей ситуации в проектах Василенко, был опубликован в марте 2022 года. С тех пор на официальных ресурсах Романа Василенко, например, на его YouTube-канале, который насчитывает более 800 тысяч подписчиков, да, или в Telegram-канале, чуть ли не каждый день там выкладываются какие-то материалы, текстовые или видеоролики, где обсуждается там мотивация, какие-то мысли. Может быть, даже они и полезные, и ценные, но, повторю, сотням тысяч участников проектов Василенко хотелось бы не мотивацию какую-то очередную, да, или советы про успешный успех, а хотелось бы получить вразумительную информацию о том, что же происходит в проектах Василенко. И очень даже интересно, что вот на именно запросы журналистов Роман Василенко находит время и возможность отвечать, а на запросы тех людей, которые именно пошли за Романом Василенко и присоединились к его проектам, вот на эти запросы Роман Василенко не считает нужным как-то отвечать или комментировать, что, на мой взгляд, не есть хорошо. Кстати сказать, у некоторых после прочтения статьи вообще возник вопрос, откуда мы знаем, что эти комментарии дал Роман Василенко. Может быть, журналист Александр Приходько там насочинял что-то и выдал это за слова Василенко. Разве можно такое исключать? Нельзя. То есть, по-хорошему, Роман Василенко должен сесть перед камерой и лично объяснить, дать комментарии по поводу того, что происходит. По крайней мере, люди увидят, что этот комментарий исходит непосредственно от него, а не написан кем-то. Сейчас он в наши времена искусственный интеллект может написать любые комментарии, да? Поэтому, друзья, из этой статьи мы узнали несколько интересных моментов. В частности, мы узнали, оказывается, что инвестиционная компания Гермес, по его словам, продолжает, вполне успешно работает, да? Но тогда и второй момент оказывается, что именно Роман Василенко в число учредителей или руководителей компании Гермес отношений никогда не имел. Но тогда возникает другой вопрос, а как же так получилось, что все сайты компаний Life is Good, Гермес и кооператива Bestway были отключены в начале марта одновременно? Почему? Да потому что тот самый айтишник Евгений Набойченко, который возглавлял айти департмент, так сказать, работу программистов, отвечал за все три сайта. То есть, если даже предположить, что существует некая иностранная компания Гермес, которая где-то там за границей существует, и Роман Василенко в ней всего лишь консультант, как же так получается, что за сайт, за инфраструктуру иностранной компании Гермес отвечали те же самые программисты, которые отвечали и за Life is Good, и за кооператив Bestway? Как же это так получилось, Роман Викторович? Вот было бы здорово, если бы журналист Александр Приходько задал Роману Викторовичу дополнительные вопросы по этому поводу. Раз уж Роман Викторович не желает, как говорится, общаться с участниками его проектов, ну пусть пообщается хотя бы с журналистами. Ну а вы, друзья, пишите ваши мысли и ваше мнение в комментариях под данным видео. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны.